Зачем нужны месячные? Месячные это, так скажем, такой признак, когда мы можем судить о том, что девушка готовится уже к такой взрослой депродуктивной жизни. Наступление месячных говорит о формировании двухфазного менструального цикла, говорит о наступлении овуляции и способности к деторождению. Поэтому даже в самом юном возрасте у нас происходят те же взрослые механизмы, которые и существуют во взрослом женском организме. То есть наличие овуляции, наличие выхода яйцеклетки из яичника говорит о возможности забеременеться. Когда начались месячные? Как об этом сказать физруку мужчине? Ну это всегда был щекотливый вопрос во все поколения. Я думаю, что можно просто подойти и сказать, знаете, я по своему здоровью в данный момент не могу заниматься какими-то тяжелыми физическими нагрузками. Мне бы необходимо вот это задание, занятие пропустить. Я думаю, что физрук тоже не первый год работает, он догадается, какая причина и поможет вам в этой ситуации. Как вести календарь месячных и зачем его вообще вести? Что такое цикл и зачем его считать? Менструальный цикл мы считаем с первого дня месячных. То есть первый день менструального цикла это первый день месячных. И в календаре, в менструальном календаре мы отмечаем это как первый день наступления менструального цикла. Как правило, девочки отмечают крестиками, сколько у них было, там, 5-6 дней, вот они крестиками отметили эти дни. Или есть электронное предложение, мобильное приложение в телефоне, точно так же это можно отметить там. Отмечать нужно, потому что, ну, к сожалению, в юном, таком, подростковом возрасте мы не всегда запоминаем, когда были месячные и взрослые девушки этим страдают, вот. Поэтому, дабы убедиться, что ваш цикл регулярный, а это будет говорить о, ну, так скажем, более здоровом вашем состоянии в гинекологической сфере, о том, что у вас все хорошо, потому что менструальный цикл – это наше зеркало нашего гинекологического здоровья. Регулярные и месячные, значит, скорее всего, с вами все хорошо, поэтому мы будем их отмечать.